Всем привет, с вами Евгений, мой был Telephone.ru. Интернет-магазин GearBest.com прислал нам посылку сразу с тремя товарами, причем не абы какими, а долгожданными. Давайте на них посмотрим. Перечислю от большего к меньшему. Вот здесь вот наушники Meizu HD50, здесь смартфон Xiaomi Redmi Note 3, а здесь затычка Xiaomi Hybrid. А распаковать все это добро предлагаю в обратном порядке. Начнем с затычек. Упаковочка изменилась в сравнении с пистонами. Выглядит как-то более аккуратно теперь. Упаковка напоминает пачку сигарет. Я не курю и вам не советую. Две коробочки. В этой коробочке, кажется, ничего нет. Здесь мы видим документацию на китайском. Никак не высовывается поролон. Намертво так он сидит. Ну вот наушники. Обмотка выглядит надежно. Много металла. И где блок управления, и где штекер. Собственно, сами наушники тоже имеют металлический корпус. А в маленькой коробочке, которую я чуть было не выбросил, находятся дополнительные силиконовые насадки. Три дополнительные пары для маленьких и больших ушек. Не могу назвать себя большим любителем затычек. Впрочем, я вообще затычки не люблю. Но вот Xiaomi Hybrid играет более-менее так нормально. То есть, если ничего под рукой более подходящего нет, ну, каких-нибудь нормальных охватывающих или накладных наушников, то Xiaomi Hybrid вполне можно юзать. Подробнее о них поговорим в подробном же обзоре. Постараюсь достать пистоны, чтобы вспомнить, как они звучат и сказать вам, какие лучше. Теперь Redmi Note 3. Коробка изменилась в сравнении с предыдущим поколением. Была вот такая вот коробочка. Это Redmi Note 2. Ну, не очень, скажем, прикольная, потому что непонятно, что внутри. Необходимо было вчитываться в иероглифы сзади. О, Mi 4C, Mi 4i. Такие вот коробочки оранжевые. И мне нравится, что Xiaomi наконец-то пошла в такую вот более наглядную и веселую сторону. Выступлю капитаном очевидность, но телефон доступен в трех цветах. Серебристом, золотом и темно-сером, черным. Цвет телефона в коробке наверняка указан где-то здесь, на наклейке, наверное, внизу. Но я китайского не знаю и сказать пока не могу. Сейчас откроем и посмотрим. Но перед этим посмотрите на наклейку поближе. Здесь указан объем памяти. 3 и 32 гигабайта оперативной и постоянной памяти. Еще бывает 2 и 16 гигабайт. Что касается других характеристик, то диагональ здесь 5,5 дюймов, разрешение Full HD, процессор Mediatek Helio X10, батарейка 4000 мАч, фронталка 5 мегапикселей, основная камера 13 мегапикселей. И какой цвет? Темно-серый, он же черный. К телефону сейчас вернемся, досмотрим комплектацию. Документация. На китайском. Здесь иголка для лотка. Сим. Кабель. Кабель у нас какой здесь? Где там конец? Ага, microUSB. Не Type-C. Ну и последнее, что я здесь вижу, это зарядка. Зарядка под китайские розетки. Потребуется адаптер. Не поленитесь его достать. Выход 2 ампера, то есть быстрая зарядка гарантирована. Больше ничего. Воспользуемся иголочкой, посмотрим на лоток. Здесь два места под microSIM. Карту памяти вставить некуда, поэтому выбирайте сразу либо 16 гигабайт встроенной памяти, либо 32, как у нас. Корпус металлический, здесь сканер пальца, глазок камеры. Вставки сверху и снизу из пластика, то есть подобие решения Meizu. Здесь тоже металлический задник, основная часть и сверху снизу пластик. Предлагаю активировать телефон, пусть он загружается. Пока посмотрим на комплект Xiaomi Redmi Note 2. Что-то не попал я. Домой пора идти, спать. Батарейка съемная у Redmi Note 2. Так, здесь документация. Здесь кабель microUSB тоже. Зарядка 2 ампера, кажется, такая же. Емкость батареи около 3000 мАч. Побыстро мы его запустим. Крышка пластиковая, ощущается телефон намного дешевле. Поддержка карт памяти. Телефоны загрузились и MIUI разных версий предлагает нам, значит, провести первоначальную настройку. Найду русский язык. Здесь и вот здесь. Продолжение следует... С яркостью экрана какая-то ерунда. Давайте я выкручу все на максимум, чтобы не прыгала экспозиция. И здесь тоже. Вот. Не знаю, как там с камерами дела обстоят с производительностью, но вот сейчас могу отметить, что теплее Redmi Note 2. Хотя он пластиковый. Непонятно. Небольшое сравнение я, конечно, сделаю, но очень сомневаюсь, что буду советовать вам купить Redmi Note 2, а не Redmi Note 3. И вот-вот интернет-магазины начнут продажи смартфона Redmi Note 3 Pro с процессором Snapdragon 650. Ну и вишенка на нашем торте от Gearbest наушники Meizu HD 50. Наушники новые, никем не юзанные, на что указывает пленочка. И не только пленочка, но и пломбы. Сколько стоят наушники, я, честно говоря, не помню. Как не помню и цены Xiaomi Redmi Note 3, Xiaomi Hybrid. Но вы можете зайти на сайт Gearbest. Ссылки прилагаю в описании. И посмотреть актуальную стоимость тогда, когда вы смотрите это видео. Потому что цены меняются. Упаковка пока меня очень радует. Все премиально, все стильно. Что здесь? Инструкция, наверное. На английском. На китайском. Черный переносной кейс. Нашивка Meizu. Не очень тяжелый. Что там внутри? Наушники. Аксессуаров не так много, как у наушников Xiaomi. Но самое нужное. Помимо наушников мы видим кабель. Переходник на 6,3 мм. И адаптер для самолета. Слушать наушники, конечно же, буду с Meizu Pro 5. Как иначе? Это лучший смартфон Meizu по звучанию. И один из лучших смартфонов в мире по звучанию. Ну, поехали. Конечно, полного представления о звучании наушников, прослушав два-три трека, не получить. Но этого достаточно, чтобы понять, что наушники Meizu HD50 звучат очень добротно. В разы лучше, чем вот эти вот наушники Xiaomi. Поднял задницу, посмотрел на цены и офигел. Наушники Meizu стоят всего 60 долларов. 60 баксов. А этот вот хлам. 80 баксов. Ну, не знаю, за 60 баксов это просто маст хэв. Кстати, есть информация, что эти наушники очень скоро появятся в России в официальной продаже с официальной гарантией по очень вкусной цене. Предзаказ откроется в феврале, ну а предполагаемая цена порядка 5000 рублей. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось из этого. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. И до свидания. С вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Субтитры сделал DimaTorzok